друзья всем привет у меня на канале александр маляр сегодняшнее видео я не снимаю возле трактора и не на работе ну и я вам обещал как бы заснять обзор тракторных гонок я маленько подготовился листочек бумажечки в общем вкратце хочу рассказать про тракторные гонки значит мной была проведена работа течение полгода но я еще это всю работу начал еще довольно таки давно и заранее ходил во всей инстанции там ну чтобы устроить и не буду уже называть где я был в общем все думали с меня только что я прихожу и просить деньги на эти тракторные гонки это не так в общем везде мне отказывали я решил теперь полгода занимался сам этими тракторными гонками пригласил участников то есть рассылал кто сможет приехать кто сможет принять участие очень много вы смотрите мой канал кто значит и как сказать читайте комментарии знаете кто и как и когда хочет хотел приехать принять участие и хотел бы но зависимости от расстояния не смог в общем то вообще было принято хотелось бы кому принять участие это около примерно 40 тракторов но я уже вернусь к той проблеме расстояний который можно преодолеть и как бы финансовая еще такая половинка есть что у них финансов но принять участие хотелось бы около 40 тракторов подали заявки только 16 но как бы сейчас я зачитаю список чтобы у нас это первая очередь я роман шуз костя мир дешев в эта сторона полевской тут наших с кузбасса два трактора женя и володя вам при этом огромный с тюмени один трактор кустанайская даже область есть это казахстан два трактора ребят респект огромный город уральск тоже казахстан это александр мельников тоже саша огромный респект привет челябинская область это один трактор час я блин забыл сейчас я на паузу поставлю так мы продолжим остановился я на челябинской области огромный респект я вернусь к челябинску еще и еще ростовская область это еще шесть тракторов были уже на готове приехать фермера есть которые согласились позвонили принять участие в общем общей сложности готовы были принять участие в гонках на тракторах на льду 16 тракторов почему не состоялась не состоялась всего лишь из-за одного человека который не хотел у которого есть так сказать вежливо вежливо сказать связи в администрации о запрещении как бы вообще всех передвижений на льду но этот канал он смотрит тоже вам огромный привет ну чё делать не состоялась не состоялась я давайте будем о другом на этом месте о том что потеряла верхняя пышма свердловская область и в целом россия по нашим гонкам я так думаю это сугубо мое мнение во первых это были бы если гонки состоялись это было бы единственные в мире гонки на тракторах на льду это был уже нас подняла престиж области и в целом россии на каком-то мировом уровне в целях санкций там сша еще что-то мы уже в этом уровне я думаю что все равно в спортивном классе подняли еще на один уровень в плане того чтобы была проведена работа еще мы хотели установить мировой рекорд скорости на тракторах на льду вот и устроить здесь как бы тракторное такое шоу во первых хочется сказать еще gcb центр огромное спасибо сразу приняли наши приглашение мое приглашение приехали замерили лед парни респект вам огромный замерили лед на то время составлял 70 сантиметров выдерживал около 60 тонн тире 70 тонн им для тракторного шоу который ездит по всему миру и делает шоу надо было 40 тонн нагрузки на 4 трактора ну допустим на один какой-то номер в общем вам респект огромный спасибо и уважуха должно принять было два самолета легкомоторных еще должен был приехать трактор который развивает скорость 130 километров в час и вместе с ним я хотел поставить пионерчика и попробовать еще посоревноваться с пионерчиком и потом поставить два трактора и два самолета и кто кого сделать это было как бы такое задумка была потом трюки на тракторах мы должны были заранее за неделю потренироваться вы видели мои дрифт на тракторе мой номер хотел этот номер еще сделать вертушечки два трактора вместе с собой сцепить потом перетягивание каната тракторами в общем большие такие конкурсные и для шоу для зрителей то есть было бы что посмотреть было бы перетягивание каната трактор и всей публики то есть на бизон так шоу вы видели что брали к большой канат и публика перетягивала трактор довольно таки успешно справились это тоже была задумкой в общем и сами гонки во первых это хочется уточнить еще что здесь не было бы никак на бизон трекшоу здесь просто через каждые 15 секунд выезжает проезжает трассу фиксируется время и и кто вперед сделать все это в общем я еще скидывал видео которое вы смотрели наши тренировки но не дошло дело до гонок и между гонками должны были принять все участие нет не было никакой отсечки людей кто опоздал там или то то есть должно было быть так сделано но поскольку у нас это мы уже знали не состоится мы решили я переговорил с организаторами если будут гонки то мы просто сделан класс тракторов и это нам тоже не удалось отстранили то есть трактора простояли на берегу вот и вот эти люди 16 тракторов которых я перечислил вам огромный респект и уважуха огромное спасибо звонили переживали ну соответственно интернет у нас такая штука что вышел ролик на котором перегораживают бревнами нам на льду трассу и многие стали звонить и говорить что мы приедем на гонки а там у вас бревна ну чем перед постоим перед бревнами и разъедемся так что и ну все думали то есть потрачен деньги на перевозку допустим ростовская область ростовская область то есть 2 400 километров проехать и приехать постоять у бревна в это тоже я и понимаю вас и согласен с этим я сам хотел ехать на бизон трек-шоу это не получалось шестнадцатом семнадцатом году но такая такой у нас случай ну соответственно те кто пришли к нам и тракторное шоу соответственно не так же подумали и позвонили сказали мы чтобы приехать на натащить технику гробить финансы и чтобы ничего не получилось ну тоже как бы я их тоже понимаю и огромный респект и в общем на сегодняшний день борьба у нас идет также со льдом идет противостояние ну и думаю что в дальнейшем да еще приезжали когда на гонке были подписчики мы ходили в большое кафе собирались и разговаривали на тему где можно было еще провести тракторные гонки и у всех сложилось мнение что надо уходить в подполье но я думаю не надо уходить в подполье я думаю надо ходить и договариваться вести переговоры то есть все равно когда-нибудь мы добьемся что устроим эти гонки вплоть до того что как бы нам говорят вы бы еще танки сюда пригнали да мы уже думали об этом что можно то есть лед по схеме лед метр десять выдерживает 100 тонн танк т-90 у нас по-моему 90 тонн не помню надо посмотреть во всяком случае там он выдержит то есть на морозку льда сделать нормально привести чтобы нам никто не мешал и сделать расчистить все как полагается то есть лед выдержит даже танк вот это по гонкам и я еще снимал ролик когда я на сделала там подарки и призы и сказал чтобы она подарила мне но по исходу как бы соревнований они решили нам те кто пришли мне значит дали грамоту за первое место были присвоены номера но поскольку мы не выехали на лед сейчас были присвоены номера каждому участнику и решили все таки раздарить то есть вот я говорю что я вернусь к челябинску за третье место награждается хифамов дамир то есть это парень который с челябинска выехал на тракторе сюда чтобы принять участие в гонках и последний момент я ему позвонил разворачивайся да не трактор обратно он отогнал трактор и к утру он был на машине у нас поддержал здесь а так что хифамов дамир твое третье место у меня я знаю что ты приедешь за запчастями сюда еще к нам искать тебе помогу в этом в общем третье место тебе присудили за то что ты сдвинулся с места и вот такая еще наклеечка на трактор тебе и вот такой вот драйв это нашивка нашить за второе место константин мердишев это сторона полевской он приехал на гонки вы видели роли где мы с ним тренировались но мы не успели выехать сюда где поставить возле льда ну поддержать наших как бы участников и поддержать проект максима чинцова ему присудили второе место за то что он приехал и принял участие в поддержке нашего ему тоже ему второе место присудили как бы ну чисто пускай символически но он принял участие и за первое место организаторы решили дать мне но это за первое место не по гонкам по организации то есть огромное спасибо и максим ученцов и я не друзья тоже переживали что не состоялись гонки но за то что я полгода мучился они не дали первое место также нашивочки и наклеечки в общем вот такой праздник должен был состояться на льду озера болтын территория лесной сказки конечно я печален и многие печальные подписчики приехали из разных городов даже скоро ганна еще откуда-то ну сдали посмотреть на гонки и конечно не были опечалены увидев такую картинку что трактора стоят у нас не выехали мы налет ну продолжаем я думаю все таки будем вести переговоры думаю может быть что-то получится то есть хотя уже хотя 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 может быть уйдем где-то в поле у какого-нибудь фермера договоримся и организуем просто снежный там какой-нибудь барс или еще какой-нибудь то есть по снегу на тракторах я думаю что что-нибудь может быть придумано и так в общем друзья всем привет всем считаю здравствовать с прошедшими всех праздниками но всем нам удачи а